В разных уголках мира с удовольствием отмечают этот праздник созданием нового шедевра. О том, как становятся искусными рукодельницами, расскажем в следующем материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Стежок за стежком. Умелыми руками из-под иглы швейной машинки выходит очередной шедевр. Татьяна Порошкина уже и не помнит, когда начала заниматься рукоделием. Настолько творческий процесс увлек. Самое первое творчество было моей брошки из кожи, потому что раньше не было фетра. И я решила использовать кожу от сапог изношенных. Таким методом собирала по всему Наринмару. Мастерица начала творить с изготовления брошек. Далее в ход пошли различные сувениры от тапочек до валенок. Следом сухарницы и клубницы. А вот самым долгим и любимым делом стало изготовление развивающих книжек для детей из фетра. Я стала залезать в интернет, посмотрела, полистала. И тоже не очень впечатлила. Думаю, дай-ка я попробую сама первую книжку для Ярослава сшить. Фетр, конечно, был отвратительный, потому что я не знала, что это такое, как это делается. Я все из своей головы. Потому что все остальные фетры идут к корейскому производству. Их можно даже в машинке стирать. А здесь у меня, видите, все странички у меня уже шли не с фетра, а из ситца, сатина и прочее. Вот такого плана. Ну, эти книжки все развивающиеся для мелкой моторики. Идея книг и вдохновения приходит во сне. Татьяна зарисовывает все увиденное, а потом уже ищет материалы для изготовления. Иногда мастерица находит вдохновение в детских книгах. Очень много листаю в магазинах, захожу и листаю разукрашек детских книг. В библиотеку захожу. Вот, например, вот эту книгу сказка, репка. Мне пришлось девочкам в детскую библиотеку пойти, так как у меня внуки живут не со мной, и у меня детских книг нет, а мне нужно было посмотреть, что и что и как. И пошла, где-то зарисовывала, где-то фотографировала. Изготавливается каждая книга не менее трех недель. Ежедневно после работы Татьяна Аркадьевна уделяет время творческому процессу. Книги мастерицы облетели весь свет. Готовые экземпляры на заказ отправлялись в Финляндию, Армению, а также в различные регионы России. И всем этим, что я делаю, я, во-первых, восстанавливаюсь морально и физически. Я еще, помимо этого, я пишу стихи. Так что это самое. Творчество, естественно, дает прилив сил. Уже некогда там расхолаживаться и думать о каких-то болячках и прочее. Напомню, 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Мастера показывают свои изделия ручной работы. Проходят выставки и ярмарки. К сожалению, из-за пандемии коронавируса в настоящий момент проведение таких массовых мероприятий на время приостановлено.